Я люблю тебя жизнь Я люблю тебя жизнь Наумовна Петроград В городе Наневе они и встретились, поженились и вскоре переехали в Москву В начале 1923 года Раиса приехала в Могилев Она носила под сердцем ребенка и решила рожать в родном городе под крылом отца и знакомых акушерок В этом доме 9 января 1923 года у Колмановских родился сын, которого назвали Эдуардом Вскоре молодые родители с младенцем вернулись в Москву С ранних лет Эдуард проявлял музыкальные способности В двухлетнем возрасте мальчик в точности повторял за отцом фразы из интернационала На что Савелий Маркович говорил «Увидите, мальчик будет музыкантом» Так и случилось Сначала Эдуард закончил школу, затем училище имени Гнесиных и, наконец, Московскую консерваторию Дипломной работой стали его лирическая сюита для симфонического оркестра в пяти частях и также концерт для альта с оркестром Эдуарду Колмановскому прочили большое будущее в симфонической музыке, но он отдал свое предпочтение эстрадной песне и первым в СССР поменял отношение к ней Раньше считалось, что песни – это второсортный жанр Что нужно заниматься чем-то серьезным, писать симфонии, писать оперы Но он поменял это мнение, это буквально в 50-е годы, это очень важно Он поменял мнение многих людей, поменял мнение профессоров Первые годы творчества Эдуарда Колмановского пришлись на сталинские времена Он плодотворно работал в Хрущевский, Брежневский, Андроповский и Черненковский периоды При этом Колмановский оставался беспартийным и всегда востребованным Основной его тематикой становится герой, человек труда, современник, который стремится к будущему преодолеть все жизненные испытания И вот именно песня, она помогает ему преодолеть эти испытания и, естественно, поднимает ему настроение Его песни исполняли самые известные советские артисты Каждое произведение моментально становилось народным хитом Композитор, он был достаточно компромиссным и всегда шел на уступки самому исполнителю Что очень важно, и именно даже из-за песен Колмановского многие исполнители приобрели широкую известность Хотят ли русские войны? Алеша, вальс о вальсе, тишина Далеко не полный список шлягеров, музыку к которым написал Эдуард Колмановский А песня «Люди в белых халатах» стала настоящим гимном советских врачей «Люди в белых халатах» «Люди в белых халатах» «Вот опять у нее на пути» Это композитор, который отдал всю свою жизнь, все свое творчество народу Он сочинял для народа, для широких масс Не для отдельной какой-то публики, для аристократов или высоких чинов Нет, это были народные песни Не случайно сейчас поют все его песни практически Может, не в обиду сказанно, не будут знать, что это Колмановский Но эта песня стала народной Эдуард Колмановский не только композитор-песенник Он писал музыку как драматическим спектаклям, мультфильмам и кинофильмам Самой известной песней из киноленты «Большая перемена» Кто ошибется, кто угадает Разное счастье нам выпадает Часто простое кажется вздорным Черное белым, белое черное На свою малую родину Эдуард Колмановский приезжал лишь однажды В 70-х прошлого века На стене дома, где родился известный советский композитор Установили мемориальную доску А его песни навсегда остались народными хитами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok